Сегодня у нас возможность в последний раз поговорить о начальном этапе познания, о том, как началось познание мира. Это, скажем так, этап до Александра Македонского, до создания в Египте Александрийской научной школы, до Аристотеля. Это вот последнее, о чём мы имеем возможность поговорить. Значит, видите ли, в чём дело? Вот на том магическом этапе познания, о котором мы говорили, возникла такая вот смелость у греков описывать явление схематически с помощью вымышленных объектов, да, то есть умножая сущности. Знаете, такой термин есть? Я не умножаю сущности, гипотез я не измышляю, да. Вот такой вот научный принцип уже от эпохи просвещения – не выдумывать без нужды новых научных понятий, новых сущностей, как говорится, да. А в ту пору сущности выдумывались запросто, очень легко. Но от этого была определённая польза. Определённая польза, что наука могла потренироваться, не имея реально изучаемых объектов, вот не имея возможности проводить измерения физически. Ну, не было тогда никаких приборов, кроме, значит, измерительного прибора, который мерил бы длину, угловых измерительных приборов, вес можно было мерить и объём, время. Причём время так, ну, это очень хорошо сказано, не то, что какие-то короткие промежутки времени, а всегда очень так большие промежутки времени мерились в ту пору. Вот, и поэтому как-то вот хотелось вот человеку мыслящему о чём-то вот подумать, о чём-то возвышенном, да, вот написать бы письмо учёному соседу, обсудить, почему бывает ветер. Ну, совершенно очевидно, что от того, что деревья качаются, вот какие-то такие вещи. Обсудить бы, как живут жители Луны, вот почему вот как вот у них там вот тоже фантастический такой мир. Были просто вот чистые фантазии. Вот, ну, скажем так, древнегреческая религия, вот такая вот классическая, она, ну, в общем-то, фантастический мир некоторый создан, который очень, ну, кстати говоря, успешно. Вот этот вот мир греческой и древнеримской религии, они, собственно говоря, идентичны, только названия у богов разные, он очень долго воспринимался людьми как источник для всяких занятных сюжетов в живописи, в поэзии, в литературе. Вот эти вот сказки, перепевы. Значит, помните, вот мне вот по молодости очень всегда нравился Лермонтов, в отличие от Пушкина. У Пушкина все эти всякие там киприды, да там разные там, амуры, вот он все время нас ссылается с каким-то таким вот объектом, про который я в школе не знал, не разбирался в них. А у Лермонтов все проще, все вот язык понятнее, да, Лермонтов в МГУ учился одно время, в Московском университете он так тогда назывался. Офицером был, а Пушкин свой лицей кончил, классическое образование получил. Мне было тяжеловато с Пушкиным общаться, даже через книгу. Ну, так, в общем-то говоря, наверное, при наличии определенного свободного времени есть смысл восполнить вот этот вот пробел, изучить бы хорошо азы, так сказать, мифологии, чтобы понимать разного рода литературные памятники художественные, да, в музеях. Ну, это, так сказать, эстетические потребности, а ведь, скажем, такой объект, как ведьмы, вампиры, драконы, существуют они или нет? Ну, мы-то знаем, что не существуют, это все понятно. Но, тем не менее, некоторые объекты так когда-то кто-то называл, а вот сейчас НЛО, да, неопознанно летающий объект, да, с одной стороны, он вроде существует, потому что наблюдается, с другой стороны, просто он не совсем объяснен, да. Это, оказывается, запуск космодрома Поплесец, кто-то наблюдал, да, думал, что это НЛО. Вот, вот какой-нибудь такой объект, что-то такое вот. То же самое, в принципе говоря, применительно и к разным другим явлениям, к драконам, да, пролетел по небу, так сказать, болид. Это, значит, метеорит, оставляющий за собой след, с грохотом, с шумом пролетел, да. Вот вспоминает, по небу летел дракон. Соответственно, когда вот эти вот термины наука придумала для описания таких вот жизненных явлений, пошла опять в возможности классифицировать. Классифицировать на разные лады. Что, собственно говоря, привычка классификации научной, она попала, в конце концов, вот в надежные руки настоящих ученых, как Аристотель, например. Вот. Но, тем не менее, надо бы вот нам разобраться со всеми этими колдовскими вещами, с несуществующими вымышленными животными. Вот. Ну и, как всегда, когда дело касается чего-то такого нового и вымышленного, я приглашаю, значит, к нам на лекцию молодое существо. О, да, молодежь должна в этих вещах всех разбираться, прошу любить и жаловать, Елена Борисовна Бояршинова. Вот знаток разных таких вещей. Не потому, что она специалист, просто она молодежь. Молодежь сейчас и в компьютерах хорошо разбирается, и в мобильниках, и, соответственно, в ведьмах и колдунах. Ну, и с чего же мы начнем? Мы начнем с ведьм. Ведьмы, они больше всего похожи на нас с вами, потому что они живут среди нас, вернее, жили. Они жили среди нас, и выходцами из нашего мира они, по идее, так или иначе являлись. Ведьма, по понятию магического словаря, это женщина, занимающаяся кладовством. При определенных успехах такая дама могла достигнуть высоких возможностей, иметь большую силу, повелевать ветрами, силами природы, вредить или, наоборот, помогать людям превращаться в животных. Ведьмы очень сильно отличаются от колдунов, потому что колдуны имеют более научные знания, если можно так выразиться. А ведьмы имеют более такие простые, заученные знания, хотя это не значит, что менее сильные. Понятие ведьмы, ну, вообще ведьмы не существовали всегда, то есть считают, что они с самого древнего Египта какие-то знахарки, колдуни, целительницы существовали. Ведьмы делили всегда на белых и на черных ведьм. То есть белые ведьмы, это ведьмы, которые помогают людям. Они считаются такими целительницами, даже охотнее так себя называют. То есть они решают какие-то семейные проблемы, находят пропавшие вещи, лечат людей. А вот черные ведьмы, это гораздо более плохие ведьмы. Они могут убивать людей, травить, насылать порчу на урожай, да даже воровать молоко соседской коровы. Вообще ведьмы становились по-разному. Ведьмы могли стать, ну, то есть приобретя по наследству, то есть, например, как мы уже говорили в первой передаче, от бабушки к внучке. Либо можно было продать душу дьяволу, в омут сбросить письмо, подписанное кровью. Или можно было получить от кого-либо, не хотя этого. То есть обмирает соседка ведьма, она не может умереть, потому что она ведьма. И она получает, другой человек от нее получает этот дар насильственный. То есть, например, берет у нее чашку с водой, и ведьма передает так свой дар. Вот так они это делали, да, ведьма, да? А вот иногда, знаете, вот есть такие, значит, нехорошие бабушки, вот она заходит в трамвай, а, ну, нужно, чтобы ей кто-то помог подняться, да? И вот она руку какой-нибудь девчушке протягивает, возьми, возьми. Не просто вот дай руку, помоги поднять, возьми, как хаджа на середину. И мы как раз говорили, и вот ведьмы точно так же, они говорили не держи, они говорили возьми. То есть, возьми себе, и спокойно душой умирали. То есть, это было так. Черные ведьмы, они занимались разнообразными, у них жили обычно животные какие-либо, там, зайцы, кролики, кошки, лягушки, вороны иногда. У черных ведьм, да? Да, у черных, но у белых тоже достаточно редко. У черных было гораздо больше ведьм. А вот белая ведьма, она что, действительно, может быть, это лучше назвать так, народной целительницей? Народной целительницей, самодеятельный доктор, просто ее назвали ведьмой, да? Она, на самом деле, просто, ну, человек без диплома. Зачастую, да. Каждый недипломерный специалист, ну, что-то вроде ведьмы получается, или ведьмака, да? Да, ну, ведьмак-то несколько иной. Ведьмак несколько иной, да? А, кстати, еще одну ведьму похожую, знаю, почему я вот прицепился к зайцу. Может ли белая ведьма иметь зайца? Есть такое, значит, повествование, как там... О Петре и Февроне. О Петре и Февроне. На самом деле, Петра прозвали Давид, и он был, значит, муромским князем. Когда он заболел вроде как проказой, он отправил своих, значит, дружинников искать ему вот такую целительницу, народную знахарку. И они в деревне Ласково, на берегу Ласковского озера, до сих пор такое замечательное озеро из-под Рязани. Вот, они нашли, значит, сразу не обратили внимания, она сидит, значит, что-то такое там, то ли вяжет, то ли еще что-то делает в комнате, а рядом с ней по комнате прыгает зайца. Это так вот, это вот, такая история описана. Да, да, такая история именно была. И почему ведьмы, они не были животные? С ними зачастую никто не хотел общаться, не с кем было поговорить. Они были вдовами, старыми девами, жили на окраине деревни, их боялись, обходили со стороны. Любовь ведьмы боялись, ну, надо же с кем тут душу отвезти. Вот заведешь кролика, заведешь зайчика там, лягушку, да хоть лягушку заведешь, то есть продавышишь, и то какая-то компания есть. Да, хоть компания. Вот, вернемся все-таки к черным ведьмам, которые делают разнообразные гадости людям, А еще они летали на разнообразные такие шабаши. Шабаши происходили в Альпургевую ночь, это было с 31 апреля на 1 мая, и также происходил он шабаш с 31 октября на 1 ноября, то есть Ночь всех цветов. Самые известные места, где собирались ведьмы, это гора Брокен в Германии, и Лысая гора, наша любимая всем Лысая гора на Украине. А вообще ведьмы еще любили собираться не в такие, ну это было у них, наверное, как Пасха и Рождество у православных людей, а вообще они любили собираться на перекрестках дорог, и поэтому люди не любили по ночам ходить на перекрестках. Как они туда попадали? Кто-то летел на метле, кто-то на человеке превращал в какое-то летательное средство, кто-то в ступе летел, за кем-то дьявол присылал карету или какого-то там черта присылал. А вот иногда наоборот, вот он сидел наоборот на ней, на ней, на людьми. Ну да, 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 но это вот контракт заключивший с ним. Контракт заключивший, да. И самое такое интересное, что магия, которая известна у нас в России, иногда гораздо более гуманна, чем магия, известная вот в Европе, потому что как у нас ведьма могла полететь? Ну да, она помешала какие-то там травки, брала пепел там из костра, который был на Лысогоре, бросала воду, ее там пила или ей там обливалась, и могла лететь. А что ведьмы делали в Европе? Они убивали некрещенных младенцев, выпаривали как-то там их жир, ну там очень неприятная сама процедура была, и поэтому, конечно, может быть, к ведьмам в Европе относились даже хуже, чем у нас. Ну да, ну подумаешь, женщина там пеплом что-то такое сделала, что бы не полетать-то, да, пусть щай полетает. Да пусть щай. А там, когда, извините меня, из младенцев жир вытапливают, ну такие. И это какие фантазии, и самое-то главное, вот у нас какая-нибудь дама захотела стать ведьмой, ну все очень гуманно, да, вот пришло ей в голову, это называется истерическое такое состояние. Ну, в общем, вредных вещей, при такой мифологии она особо не надеет, не наделает. Да, а там уже надо, в принципе, чтобы начать, ну нужен младенец, умерщвленный. Это что-то страшное. Ну да, вы совершенно правы. Как ведьмы, чем они там на шабашах занимались? На шабашах. На шабашах они приносили жертву дьяволу, с ним там разговаривали, договаривались о совместных пакостях, ну и там у них были разнузданные оргии. В это время белые ведьмы, знахарки, простите, знахарки, они зачастую говорили людям, как охраняется от ведьм, вообще, как человек мог защитить свое жилище. Ну, во-первых, крестом, молитвой, святой водой. Ну, конечно, к церкви в то время, вообще в Средневековье, относились достаточно негативно. Ну, вроде церковь есть, и ладно, но надо, чтобы еще что-то такое посильнее. Ну, и для посильнее это были такие вот вещи, как сыпали соль вокруг дома, вешали чертополох около двери красными нитками, нечесть боится красного цвета жутко. Потом над камином, ведь через камин обычно попадали ведьмы в дом, то они же на метле летают, они такие вот как бы крестики сделали из дерева, обматывали их красными нитками. Ну, еще для верности такую подкову хорошо повесишь, чтобы если изойдет плохой человек, вот в дом над дверью эта подкова висит, эта подкова по башке, ну и... Кстати, этими рогами-то куда подковы? Вверх или вниз? Вверх, да? А по-моему, у нас часто пробивает наоборот неправильно. У нас пробивает, ну, может быть... Значит, по науке-то, вы знаете, как надо подковы вешать. Вы проповедуете лжеучение. Да, это все. И как ведьма могла еще навредить черную ведьму человеку? Во-первых, она из перьев птиц, обязательно там должно быть одно павлине и перо такое, которое в зоопарке павлины видели, она пила такую лесенку и подкидывала человеку. Вот через некоторое время владелец этой лесенки умирал в страшных мучениях. Ну, по крайней мере, должен был. Да, ну, должен был умереть. Также еще, значит, куколка из воска, туда втыкались гвозди из гроба. Ну, это верное средство, человеку там должен был, ну, стопроцентно умереть. Ну, это было, конечно, страшно. Можно еще демонов было вызвать, но это уже, конечно, достаточно опасно. Выйдет такой демон из-под контроля. И вот, что у тебя в преисподнюю раньше время, ты еще гадость соседке сделать не успел. Ну, вот такая вот неприятность может случиться с ведьмой. Ну, из ведьм, от ведьм можно было защищаться еще, нося браслет из гальки. Такая гладко отполированная галька. Из янтаря можно было носить браслет. Хорошо помогали также алмазы, бриллианты, ну, и прочие такие золотые украшения. Вот так, кажется, почему люди. Да, ну, еще там серебро. Ну, уже в Европе все-таки ведьм боялись. Вот в России, вообще, ну, в нашей части России, гонений на ведьм практически не было. Были там громили ведьм, били их там, может, иногда там пару-тройку сожгли. Но в Европе это было очень массово. Два доминиканских монаха, они написали такую книгу «Молот ведьм», которая стала к руководству, распознанию, философскому понятию разнообразных ведьм, как их правильно отличить, что они могут сделать. Даже с примерами, да, какое-то, может быть, заклинание у ведьм. То есть это, скорее, как учебник по криминалистике. Скорее, учебник по криминалистике, да. Вот это вот такое. Да, да, да. И вот на кострах запылали костры по всей Европе, и, к сожалению, там горели многие невинные люди, которые, в принципе, даже к видовству на никакого отношения не имеют. Ну, мулетик они носили. Горели трехмесячные ведьмы. А сколько девятилетних ведьм-то пожгли? Там, ну, там, просто если почитать вот книги, связанные по этому периоду времени, там просто жуткие истории. Там сплошная кровь, и сколько ученых пожгли. А еще вот люди, которые выдавали ведьм, или, так сказать, так сказать, ведьм, их медвигал корыстный интерес, в первую очередь. Они получали, по-моему, 50% от имущества ведьм. Вот, представляете, богатый бургомистр живет, ну, и сказать, что он колдун. Ну, ладно, там, ну, взятку даст, там, его инквизиция там не придет, не заберет. А вот если вот не даст... Ну, то есть, вот такие вот прецедентны были. Сейчас, конечно, ведьм сейчас тоже развелось очень много, разнообразная целительность. Каждый человек сам решает, верить ему в это или нет. А вот еще очень интересным таким моментом являются так называемые оборотни. Оборотень — это человек, который может превращаться в волка. Так называемый, это называется ликантропия. Это прошло с древнегреческого названия. Был такой ликаон. Он был дядечка с садистскими наклонностями. Решил проверить Зевса, как говорится, на вшивость. То есть, бог он все-таки или не бог. Позвал Зевса в гости и приготовил рагу из своего сына. Зевс, конечно, все понял сразу и превратил этого ликаона в волка. Существует вообще, ну, оборотни называют также вервольфами. Почему? Вер — это человек, а волк — это волк. То есть, это вот такой... Человек и волк. Человек и волк, да. Вообще, вервольфов делят на три типа. То есть, первое — это оборотень поневоле. Человека либо укусил волк, либо его кто-то проклял, он становится волком. Раз в месяц во время полнолуния он идет в лес, где превращается в животное. Не обязательно даже в волк он может превращаться. Ну, в медведя, в лесу. В Японии, например, женщины превращались в лесу. Он превращался в волк, где он полностью терял человеческий разум и бегал по полям, по лугам, по лесам, по деревне. Он мог убивать людей и животных. Утром он уже не помнил, чем он занимался, возвращался домой, становился опять нормальным человеком. Второй тип... Что-то похоже на симптомы лунатизма, да? Да, возможно. Вот была такая даже история. В румынской деревне жил молодой человек, он был 13-м сыном в семье. Он был оборотнем. Люди его деревню любили, поэтому не убили в детстве. Он по деревне бегал по ночам, он в год превращался на Рождество. То есть он ночью на Рождество бегал, люди запирали двери. Он женился, у него была хорошая жена, он очень ее любил. А жена на ночь запирала дверь, а утром он три раза стучал. Ну, и она запускала его домой. А вот как-то на Рождество жена, видимо, устала и не закрыла дверь. А утром мы нашли разорный. Человек, вот этот оборотень, когда понял, что он сделал, он закололся. И обычно вот оборотень старались убивать, даже несмотря на то, что на ней могут превратиться в вампиров после своей смерти. А вот второй тип оборотень более интересный, более даже, так сказать, плохой тип оборотней. Так, черные колдуны могли после сговора с дьяволом превращаться в оборотней. Но это, конечно, они не становились животными. То есть, ну, в полном смысле этого слова у них оставался человеческий ум. Они могли в любое время превращаться в оборотней, но и вершить свои черные дела. А вот третий тип ликантропии относится к психиатрии. Даже вот в большей степени это когда человек думает, думает, что он оборотень и начинает совершать кровавые убийства какие-то. Ну, в принципе, такой человек сходит с ума. А вот как можно было вылечить оборотня? Ну, первое было поймать вот такое животное в лесу. Во-первых, человек должен быть очень храбрым и сильным, чтобы его, во-первых, не укусили, еще оборотня как бы удержать, посмотреть оборотню в глаза и три раза сказать, ты оборотень, и назвать его человеческое имя. А еще хорошо проколоть, то есть немножко проколоть иголочкой голову, волк или там медведи, выдавить три капли крови, и тогда, значит, чары, мучившие владельца проклятия, должны были улетучиться. Ну... Ну вот, между прочим, тут какая-то роль самовнушения, наверное, все-таки есть большая. Вот обычно все эти фильмы про оборотни сказки, рассказы европейской литературы, это все как-то вот относится вот к Трансильвании, к Румынии, вот к тем местам, да? Да, да. Вот как-то так. И вот, знаете, вот вообще говоря, в европейское средневековье вообще жизнь была тяжелая, и люди постоянно подвергались некоторым такому психологическому стрессу. И часто очень развивались, так сказать, массовые истерии, называется, да? Вот то как-то однажды без видимого обоснования придумали идею, так сказать, детских крестовых походов. Ясное дело, что, так сказать, ну, рационально ее не обоснуешь, почему-то надо святую землю и те освобождать детям, да, невинным младенцам. Ну, хотя так теоретически обоснуешь, ну, в разум не возьмешь, это опасное предприятие. Но, тем не менее, такого рода детские крестовые походы вот были, имели место быть. И вот эти идеи о том, что вот колдовать, достаточно в это поверить всерьез, а ведь не имея, так сказать, незаконченного среднего образования, в это поверить очень легко было в ту пору, потому что, ну, знания не то, что были не в почете, их просто нормальных, правильных научных знаний тогда не было. И вот эта вот идея о том, что стать колдуном или колдунью, она вот всеми обуревала. Одно дело, когда человек пытался стать алхимиком, он все-таки какой-то реальной химией-то занимался, да, каким-то химическим опытом, возможно, и занимался, несмотря на то, что он искал этим опытом некое, ну, зеркальное отражение в своем, значит, внутреннем духовном мире или в каких-нибудь надзвездных сферах, да, вот как-то так вот это было. Тут все-таки хоть какая-то видимость реального была, а здесь именно сговор с дьяволом, именно какие-то плохие качества. И вот вообще, в такой вот среде, особенно вот, я вот знаком со студентами из Молдавии, то есть, а Молдавия – это бывшая Бессарабия, то есть, часть, элемент Румынии. И вот у них там, вот так вот по-хорошему, в быту, ну, ничего серьезного, без каких-то таких вот псевдоколдовских ужимок, ничего не делается, прыжков. Вот так, по крайней мере, мне мои студенты говорят, я по своим приметам, с которым тоже с детства знаю, я вот их распознаю, как людей действительно, в принципе, способных выражить. Да, я вот кандидат в физмат-науку, и в эти приметы не верю, но вот, вот эти мои знакомые, молдавские, которые разбираются, ну, словесно в колдовстве, хотя сами не колдуют, боже упаси, они все это объясняют, но тут по моим приметам у них есть к этому способность. Вот. А примет очень простая, на левой ладони родинка. Вот я вот вам открываю такую тайну. Запросто. Это очень редкое явление, между прочим. Тогда моя подруга ведьма. Да. Какой кошмар, но я не знал, что это тихо, нет, она не ведьма, она просто к этому имеет расположение. Ну, ладно. Значит, теперь давайте коснемся таких существ, как вампиры. Вампиры, это были не мертвецы, с одной стороны, но уже не люди, потому что душа при смерти покидает тело, а в тело вселяется какая-то демоническая сущность или как бы душа с какой-то степени сошедшая с ума. То есть она, ну, такой вампир, он живет в каких-то склепах, боится света и питается, поддерживает свое противоестественное существование, питаясь человеческой кровью. Иногда может, конечно, питаться животными, то есть животные, если нет, поблизости человечины. Ну, тут вампиры, самый известный вампир, пожалуй, это был Влад Цепеш, он же граф Дракула, жил в Трансильвании, был ее, ну, как бы, объединял ее, он в детстве попал в турецкий плен, его там очень не любили, турки его там не любили очень, видимо, заложником, аманатом, да? Да, он сбежал, и все, и на всю жизнь вот он, как бы, остался непримиримым врагом турков. И поэтому, когда он их ловил, они воевали с турками, он сажал их на кол. И вот поэтому турки и вообще некоторые другие европейские народы, с которыми он воевал, обозвали его вампиром. Хотя было не так, потому что в народных рассказах, вот именно в Румынии, в Трансильвании, граф Дракула фигурирует, как персонаж справедливый, мудрый, такой, знаете, царь Соломон, конечно, мог быть и жестоким, но это же враги, какие-то там захватчики страны. Но вообще люди, Дарья Борисовича Сергеевича лучше мне расскажет про людей, которые страдают вампиризмом, но это такой симптом, такая болезнь. Кстати, Влад Цепиш, он, между прочим, основал чудный город Бухарест. Вот это его, детище Влада Цепиша. Судя по фамилии, он был все-таки венгер. Видимо, он был венгер, но вот он Австро-Венгрия на территории Румынии боролась против Турции. Вот это, так сказать, многовековое, многовековое противостояние было. Ну, вот это вот про Влада Цепиш, это кто придумал, написал роман про... Написал такой, как... Брэмстокер, по-моему, да? Брэмстокер написал. Он, конечно, вот так вот ему приписал то, чего вот не было. Вот он выбрал его в качестве носителя вот этого. В качестве жертвы. В качестве жертвы, да? Влад Цепиш стал жертвой Брэмстокера. Получается так вот. Нет, на самом деле, действительно, значит, вот как вампиров-то описывают обычно? Значит, вампиры, это существа с бледной кожей, иногда со светящимися глазами, с заостренными клыками, у них выдвижные глазные зубы, которые, когда они собираются пить кровь жертвы, они эти зубы, как говорится, выдвигают. Живут, боятся солнечного света, живут в склепах, днём обычно спят. От солнца они обычно разлагаются. Ага. Значит, люди, которые боятся солнца, да? Ну, вообще-то, надо сказать, что место от солнца, где спрятаться, склеп очень хорошее, туда не должно солнце проникать. Правильно? Да. То есть, это всё правильно. Значит, есть такое заболевание, которое заключается в том, что некое изменение обмена веществ в организме. В организме не синтезируются так называемые пуриновые основания. Вот кто проходил, проходил в школе мимо органической химии, те знают, что вот углерод, углерод, углеводородные соединения, такие вот образуют циклы, да, циклические молекулы. Бывают шестиугольные молекулы, а это вот пятиугольная такая вот молекула, циклическая. Пять в ней атомов углерода. Это вот молекулка очень важная. Наш гемоглобин, гема, это кровь, глобула, это вообще, так сказать, молекула белка, так вот называется глобул. Такой вот, как мне в школе объясняли, клубочек такой вот молекул, клубочкообразная. Так вот, этот клубочек глобула держит, ну, как на руке своей, да, в руке, такой вот щит, как бы сделанный из пятиугольных, вот этих вот, так сказать, пуриновых оснований. И в этом щите, в центре закреплен атом железа. Вот тот самый атом железа, который кровь, во-первых, нашу делает красной, а во-вторых, он в легких, когда кровь контактирует, значит, через поверхность легких с кислородом в воздух, он эту молекулу кислорода вот на себя цепляет. Кстати, вот у человека кровь красная, а у, например, у моллюсков она голубая, потому что у них в крови содержится кобальт вместо железа. И, наконец, из такой замечательной, как, сказать, краба, у них кровь зеленая из-за, значит, атома хрома, да. Вот так вот, пуриновых оснований не вырабатывается в организме вот этих вот вампиров, и у них, они от этого страдают, на свету у них, значит, значит, кожа портится, там, какие-то язвы на коже появляются, в общем, все как так описывают, да, то есть, видимо, просто в ту пору эта болезнь была очень сильно распространена в Европе. И как ее поправить? Приходится пить кровь, кровь животных, например, кровь животных. Ну, если совсем уж человек обалдеет от такой вот истерии, он, значит, будет себя мнить вампиром и пить кровь, значит, человека. Такие люди существуют и по сей день. Вот в Америке их достаточно много, но, к сожалению, вот я пытаюсь выйти как-то на их сайт, на их сайт найти, может, если есть в интернете, но, видимо, они стараются не афишировать свое какое-то присутствие в этой мире, по крайней мере, афишировать то, что они вампиры. Мы вернемся к тем вампирам, нефиическим каким-то таким существам, они достаточно сильно отличались от зомби, ведь зомби – это, ну, мертвец, оживленный злой воли колдуна, который держится только на его какой-то магической силе, в питании не нуждается. Вампиры все-таки существуют самостоятельно, с собственным разумом, а от оборотня они еще сильнее отличались в вампире, потому что оборотень, он фактически жив, а вампир, он фактически мертв, то есть он ходячий мертвец, с душой причем. Как можно было убить вампира? Ну, они боялись первой крыши креста, Слово Божие, Святой Воды, Серебряного Кола. Еще очень, вот еще на, в Хайгейтском кладбище, такое кладбище в Лондоне, в середине 20 века, вроде бы, как бы, завелись вампиры, было вскрыто, несколько могил, на полном серьезе, было, значит, туда забито осиновые колы, заложены они были, ну, конечно, там был суд, исковернение могил, и все такое, но эта часть кладбища сейчас в Хайгейте заросла, да, там никто не ходит, смотрители туда народ не водят, ну, типа, в общем, боятся до сих пор, то есть видите, как живы в людях предрассудки. Это хорошая идея, кстати, организовывать в Лондон поездки, вот как раз на это Хайгейтское кладбище. Да, оно существует, там проводится экскурс, экскурсанты не вытоптали ту траву, которая зарастила кладбище. Там достаточно... Значит, либо мало экскурсантов, либо необыкновенная трава. Ну, и то, и другое. И то, и другое. Вот, потом, как можно было еще вампира обезвредить, например, рассыпать вокруг кладбища разнообразные зерна, пшеницы там, и вампир будет вот собирать, собирать эти зерна, и... Это оживший мертвец, в смысле? Да, вампир, вампир, да, будет собирать эти зерна, и в конце концов, он, да, крика петухов, он не успеет никого убить. Ну, вот такие вот... А вот крик петуха они боялись, да? Ну, они... Потому что солнце начинает вставать. До третьих петухов. Да, он начинает вставать солнце, поэтому они... А, ну, то есть тут связывали восход солнца с криком петуха, да? Да. То есть, на самом деле, вот так. Ну, скорее так все связывали. Это как вот в чудном произведении Гоголя Ви, да? Да, да. Протянули, прослушали третьих петухов, тут вот их... Ну, еще вроде три раза, как троица. А вот еще существуют такие примилые, ну, существа, не существа, как привидения. Привидения, в принципе, наукой достаточно хорошо объяснены, ну, мы не будем касаться научного какого-то такого понятия. По науке спириутализма такая вот наука была выдумана. Привидения это такое вот существо, дух существа, первоматерия существа, которое в его отсутствии появляется, ну, при смерти или отсутствии появляется на земле. Привидения бывают разные. Бывают твердения людей, большинство. Например, такие люди что-то не сделали в жизни, кому-то не отомстили, наоборот, кого-то убили или закопали клад и хотят это другим людям до этого донести. Бывают привидения кошек, собак, животных. То есть они бывают на месте каких-то явлений жила любимая собачка, она умерла, она до сих пор там бегает. Бывают привидения несправедливых жертв и многое другое. Вот самые такие странные привидения это привидения целых объектов. Вот похоронный поезд Авраама Линкольна, например, до сих пор, говорят, носится по дорогам Америки. Железной, конечно, дорогам. А еще существует такое привидение, как летучий Голланец. Более всем нам известное, вот целый корабль, проклятый корабль, вообще по учению спиритализма считается, что привидения со временем должны рассасываться. То есть сначала у них такая вот густая материя, потом у нас все разжижается, 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 и в конце концов может какие-то только звуки от нее остаются, которые она производит, там, стуки. Ну, еще существуют такие существа, как полтергейсты и прочее, прочее, прочее. Ну, на самом деле, по-моему, в общем-то, когда речет о привидениях, тут большую роль играет, наверное, психология, самовнушение. Всегда можно краем глаза что-то... Ведь как человек смотрится, да? Вот фотоаппарат наверняка у вас есть, да, как фотоаппарат хорошо на пленку проецирует изображение. А глаз? У нас однокамерный, однолинзовый, простите, объективчик стоит, да? Очень, очень, так сказать, слабая система фокусировки, которая заключается в том, что изменяется кривизна этого хрусталика, эта линза, она мягкая, сжимается или, наоборот, растягивается. И изображение строится на вогнутой поверхности вот сетчатки глаза. На самом деле в резкости находится очень небольшой кусочек, да, значит, изображения. Чтобы рассмотреть всё, приходится глазом вот так как-то быстро делать, так сказать, микродвижение, осматривать его, да? Вот что-то попало, мелькнуло в кадре, мы не осмотрели его, да? Что делает мозг? Он должен восстановить, доработать изображение, да? Что-то беленькое мелькнуло, да? Кусочек паутины, а мы видим, мелькнуло платье женщины. Потому что мы настроены так, да? Мы на чердаке замка, где привидение, а там что-то мелькнуло, вот так вот дорабатывается. А потом есть просто, наконец, обман чувств, да? Вот я... Если взять, например, шарик, вот так скрестить два пальца, закрыть глаза и поводить, у вас, представляете, будет два шарика. Вы можете потрогать привидение, да? Чудно, да. А вот ещё существуют такие антропоморфные существа, как гномы. Гномы могут быть размером из палец и с маленького ребёнка. Они живут под землёй или в горах, занимаются там добычей драгоценных камней, они прекрасные ювелиры, они иногда контактируют с миром людей, но также они делают волшебное, разнообразное волшебное оружие. Гномов всегда было достаточно много. В нашем понятии гномы, в русском, это кто? Что домовые, банники, лешие, всякие там овинники, они, в принципе, у нас несут более такую положительную функцию. А вот в европейской... В хозяйстве, да? В европейской... Они могут быть, конечно, и строгими, а вот в европейской мифологии гномы бывают разные. Например, массариол. Массариол — это маленький фермер, он живёт в Южной Италии, где ухаживает за коровами, заплетает хвосты в косички. Ну и помогает вообще людям по хозяйству. Также существует такой тоже помощник по хозяйству — это коболт, то есть он помогает людям как домовой. Но если его обижать, он может устроить разнообразный беспорядок. А вот такое существо, как кларикон, бесполезное, сидит в подполе или в винном погребе, пьёт твой виски или там вино. Это вот они в Ирландии жили, в Шотландии такие существа. Ещё слуг распугивает, который за вином пришли попить. Но вообще одно вредительство. Не, ну он темброт бережёт хозяина. А сам пьёт? Чуть-чуть. Ну много ли он выпил? Леприхун. Это, наверное, всё на него списали, слоги с этим. Может быть. Леприхун, хранитель золотых сокровищ, выдавал себя стуком молоточка. Стуком молоточка себя выдавал, и обычно его ловили, но он ускользал, выдумав какой-нибудь хитрый предлог. Существовал такой ещё монашек из Италии, Мансарьелло его звали. Он хранил сокровища свои, любил подшутить над людьми, там, украсть у них одежду, обворовать. Но если кто-нибудь воровал его шляпу, то всё, он готов отдать бы все сокровища, только бы шляпку вернули. Таким поганеньким существом был и Вихтлейн. Обитал в немецких шахтах и любил заваривать, ну, кто копался в его шахтах. А вот, между прочим, про Вихтлейна, по-моему, я знаю такую историю, что вот когда он где-нибудь Вихтлейн там, значит, внутри стены стучит, значит, в этом месте есть какая-то неоднородность и там может быть какой-то вот интересный для вот этих вот рудокопов объект, да, вот. Так что вот туда надо рыть, он там чего-то пытается перепрятать от рудокопов. А это на самом деле могли быть просто напряжение в горной породе. И, знаете, вот здесь такое явление очень опасное в шахтах. Хоть выстрел в двух породах вот выстреливает в этом месте, туда вот разрушается она, давление внутри пластовое, да, ее разрушает. Это, может быть, тот самый Вихтлейн как раз и шалит. Ну, вот самый такой бы страшный гном это был Красный Колпак. Обитал он в приграничных с Англией районах Шотландии, где убивал по ночам приходящих путников. Жил, значит, он в замке в каких-нибудь заброшенных крепостях. Красный Колпак называли за то, что он обмакивал свой Красный Колпачок в кровь жертв. Побить его можно было крестом или мечом в виде, как бы, креста сделанного. От него оставался только коготь. Ну, конечно, вот это вот Шотландия меня смущает. Видимо, люди просто вот эти шотландцы убивали англичан, а потом, а это Красный Колпак убил, да, вот. У нас по дороге Красные Колпаки ходят. А были такие существа, очень примилые. Драконы. Драконы, они похожи на ящеров, похожи на наших динозавров. Имеют... Они все разнородные. На наших динозавров. Да, на наших динозавров. Похожи на... Они все разнородные по своему каким-то образу, но у них есть кожистые крылья, обычно, и какие-то вот... Они умеют летать зачастую. Но не все. В Европе делят драконов по местам обитания, а вот в Китае, например, делят драконов по тему, чем они занимаются. Там, хранители небес, или там, значит, хранители из подземных сокровищ. Ну, у плиния младшего есть такое... Или старшего, простите. Есть такое вот в медицинском трактате, например, как что можно сделать из дракона. Например, из глаз дракона можно сделать средства от бессонницы, от ночных кошмаров. Если их высушить, то я лучше с медом смешать. А еще можно... Кровь драконов, она очень ядовитая, его надо использовать в маленьких количествах. Драконы бывают очень разные. Например, первый дракон это амфиптерн, такое существо с крыльями, но без ног. Вот летает и охраняет ладановые деревья. Очень был опасный дракон Виверн. Он походил, знаете, такую немножко на курицу. У него было две лапы, находившиеся под кожистыми крыльями. И он летал по Эфиопии, по Греции, по Европе и разносил чуму. Особо опасным и самым распространенным был геральдический дракон, тоже жил в Европе. Почему геральдический? Изображался на гербах и на геральдике. Имел четыре лапы, хвост, значит, с ядовитым шипом, огромные клыки. Еще было страшное существо, было гивр. Жило в основном в колодцах, было толстое, как змея, крыльев не имело, ног тоже. Ног имело большую голову и огромные зубы. Также было замечательным существом, был линдворм. У него были, вот вроде он, он как гивр, такая змея, но на ножках. Его, говорит, видел Марко Пола, где-то когда в степише. Он, конечно, после пятого стакана что только-то не увидишь. И чертики розовые. Марко Пола, он был не билущий. Ну, конечно, да. Где ему там было в степи искать? Значит, мечта, места обитания драконов это пещеры, очень удобные места обороны. Потом это горы, с которых можно спыргнуть, поймать жертву опять, значит, запыргнуть на гору. Можно было также жить где-то вот в воде, там прям ужин с доставкой на дом. То есть выпут рыбаки из лодочки, кушай, а можно рыбку иногда поймать. А еще были чудные места обитания драконов это болото. В Англии называли их неверовые пади, неверовые болота. То есть в болотах существовали такие маленькие болотца, вода всегда была холодной, но никогда не замерзала. От них поднимался вот такой пар. Ну, наверное, я хочу завершить. А вот это вот что за дракон такой вот на картинке? А это дракон... Как он проклассифицировать? Ну, это просто фантазия автора. Ну, вот он без крыльев. Нет, 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 по-моему, крылья все-таки у него есть. Спина-то явно с крокодила содрана. Ну, мне кажется, это... А морда немножко похожа на морду добрых собак. Наверное, все-таки это линдворм, все-таки линдворм. Но, может быть, это еще и... Ну, а по поведению что-то типа Змей Горыныч, только с одной головой. Видите, с ним какая-то его жена. Да, они очень любили... Они умели превращаться в красивых молодых людей, и в террасах доверили к девушкам. Воровали их, но до такого брака рождались только драконы. Если уж Плиний-старший, которого цитируют всегда, когда хотят, значит, рассказать про премудрости, значит, античных ученых, если уж Плиний учил, что можно сделать из дракона, какое лекарство, то что ж нам было не рассказать вам про драконов, то же, в общем-то, по-моему, мы имели такое право. Не думайте, что мы вас агитируем за колдовство из-за всякую демоническую силу. Мы просто вам хотели показать, как вот наукообразно, мы отсознаём, что это не наука никакая, но мы как вам весело, длинно, подробно, с деталями, на каждый случай всегда заготовлено, а если не заготовлено, то тут же можно придумать, в карман за словом не полезем, какое-то вот объяснение этих свойств, какое-то вот продолжение в развитие сразу тема, как удачно было заниматься этой наукой. Вот, наверное, поэтому-то она лженаука, вот, ну, действительно лженаука, да, она вот и жива всегда. Пару раз в нашем повествовании получалась какая ситуация, что что-то похожее на древних греков, когда они придумали вот этих вот своих сказочных богов, как персонажей сказок, фактически, да, как каких-то своего рода гномы, да, они были, или ведьмы. Значит, вот эти гномы, это же как по-нашему домовые, что это в доме там скрипят доски, да дом рассыхается, дом дает усадку, вот они скрипят. А это там домовые что-то свои дела делают, пока хозяева отдыхают, вот они что-то там шарятся, где-то там вот, наводят порядок, стараются, чтобы... Они очень порядок домовые любят, поэтому надо убираться, да. Убьёшь лягушку, сколько недель будет дождь идти? Семь? Семь. Семь недель дождь идти будет, значит, не убивай лягушек. Правда, иногда прямо противоположные были движения, что вот лягушки были детям прямо в роги. Вот из-за вас погода была какая. Из-за вас мы в зоопарк не пошли смотреть на этих самых слонов. А, кого? На лягушек. На лягушек не пошли смотреть, на жабу. Не увидели жабу замечательную в зоопарке тропическую. Ну, такие вот дела. Ну, вы уж извините, что мы вам напомнили о таком вот, так сказать, детстве науки. Вот тот период науки, о котором мы говорили, это её детство. И ничего удивительного, что мы завершили его, в общем-то говоря, некими сказками, да, псевдонаучными. Спасибо вам большое за внимание. До свидания. Всех благ вам.